Вы знаете, я находился, если так можно выразиться, в процессе совершения кругосветного плавания. На яхте Армения вокруг света, будем говорить, шире по дорогам Спюрка. То есть во всех континентах, где есть армянские общины, мы останавливались. И вот где-то, я даже не помню где, мне позвонили и сказали, что в интернете там уже что творится, и мало того, какая-то там женщина выступила в ПАСЭ, азербайджанка, и говорила о том, что в моей книге, и там идут кошмары какие-то, ну просто какие-то зоологические, животные фразы такие, и название книги. И для пущей важности страница даже приводится, но это же впечатляет, когда ты приводишь даже страницу, цитаты, кавычки, все там на месте, кроме, кстати, грамматики, там какой-то ужас. Мне прислали это по электронной почте на судно. Я, у меня целая, так сказать, библиотека в моей каюте. Все, что нужно, так сказать, я собрал, написал письмо, напечатали это в литературной газете, напечатали в журнале политика, но я везде требовал о том, что я-то ничего не хочу, потому что Монтейн говорил, что против клеветы надо отвечать презрением. Но, тем не менее, раз уж говорят о книге, то я требую, чтобы показали эту книгу. Но не жили ни один экземпляр не остался? Показать интернету, если овеществить, это страшное, так сказать, явление, как интернет, а я уже вижу, что это страшное, потому что они продолжают, тем не менее, после того, что я уже выступил несколько раз и здесь, и там, и еще раз было. Я решил молчать, но они продолжают говорить. Я обращаюсь сейчас ко всем современникам, одновременникам, соседям по эпохе. Прошу вас, потребуйте, пусть покажут мне одну такую книгу, где я мог написать хотя бы одно такое слово, которое там есть, хотя бы одно простое распространенное предложение, которое там есть. Ну, это же кошмар, что там есть. Если мы этого не будем сейчас делать, а они не покажут эту книгу, тогда все, что они говорят, вы должны уже не верить. Все, о чем они будут говорить о Карбахе, пожалуйста, не верьте. Нет такой книги. Подобно тому, что я никогда не был после 1960 года в Баку. И я не мог находиться в Баку, где взорвали этот метро, этот вагон. Я не мог этого сделать уже потому, хотя и в суд отдали, и несколько лет, темяшили, какие-то кошмары были связаны с Интерполом, и о том, что я это организовал, я там находился, и все такое прочее. Я не мог этого делать не только потому, что я не мог этого делать, потому что страна или государство, или политиканы, или руководители Азербайджана, которые сделали с моей родиной, просто кошмар какой-то, 130 сел и деревень, они были разрушены. Все объекты жизненнообеспечения были разрушены. 7 тысяч человек были убиты. И я, армянский поэт, писатель, кстати, говоришь, что стихами, вдруг еду в Баку, чтобы устроить взрыв в метро, прекрасно зная, что в метро едут простые смертные люди. Старики, старухи с детьми. Вместо военных объектов, вместо чего-то такого другого. Вот таких примеров я могу привести множество. После того, как вышла моя книга «Очаг», это еще было в 82-м году, мы получили и мы здесь, и в Москве ЦК КПСС, и литературная газета, несколько сот тысяч писем. Выяснилось потом, что большинство этих писем одна и та же рука, один и тот же слог, одни и те же фразы. Так было все это организовано. Я еще раз говорю, не надо сталкивать друг на друга армянские и азербайджанские народы. Этого мы не хотим. Этого мы делать не будем. В 2006 году было это. Потом повторилось в 2008. И бурно уже в 2010 году, в 2011 году. Я вернулся уже, так сказать, на сушу, я приехал домой. Это был конец 2011 года. Опять мне принесли вот эти самые сайты, или как называется. И я смотрел. Они еще глубже стали уже копать, придумать какие-то новые фразы, которых в старых не было. по-видимому, здесь нету возможности наказать их или приостановить. Здесь действительно остается только послушать очень любимого мной Монтейна и сказать, я отвечаю презрением на клевету. Ну, они приводят. Продолжение следует... Продолжение следует...